Приветствую друзья! Со времени выхода ЦАПов DAC A5 и DAC A5 Pro прошла уже, наверное, пара лет. И вроде все с ними хорошо, продажи идут и по сей день, но публика, как говорится, желает большего. И вот наконец компания IMO закончила разработку своего нового ультимативного решения DAC A5 Max. Похвастаться, которое может наличием встроенного усилителя для наушников на полвата мощности, небольшим монохромным дисплеем, возможностью принимать сигнал не только по оптике, как сиалу и USB, но и по самым передовым блютуз кодекам, но и не забыли о пульте дистанционного управления. С ним реально удобнее. Но самая фишка здесь даже не в этом. В отличие от многих своих конкурентов, производитель все-таки оставил для нас возможность легкой замены операционных усилителей. То есть делать со звуком тут можно что угодно. Крутить его в любую сторону без ограничений. Собственно о нем сегодня и говорим. Поехали. Пришел девайс в простенькой черной коробке с логотипом производителя. В комплект нам положили документацию, блютуз антенну и два кабеля оптический и USB для подключения к компьютеру. Питается же аппарат от внешнего импульсного блока на 12 вольт полтора ампера. Качество которого очевидно посредственное. Из новенького теперь девайс поставляется с пультом, что без сомнения плюс. Однако действий на него завязали немного. Изменение громкости, отключение звука мут, отключение экрана и выбор активного входа. Корпус САПа полностью выполнен из металла с четырьмя прорезиненными ножками и наклейкой контроля качества. Из входов, помимо классической уже связки, сзади расположена съемная блютуз антенна. Ну а выводится сигнал на RCA пару и два разъема для наушников, расположенных спереди. Причем они распараллелены, так что никакой разницы между ними нет. Переключение же с линейного выхода на наушники происходит автоматически в зависимости от того, есть что-то в данных разъемах или нет. Помимо этого на переднюю часть нам вывели инфракрасный порт для пульта управления, небольшой монохромный дисплей и многофункциональный регулятор уровня. Который помимо своей основной функции включает и отключает устройство, а также последовательным нажатием переключает входы. На экране мы видим текущий уровень громкости. Причем для каждого из выходов она хранится, отдельно. Активный вход и характеристики текущего аудиопотока. То есть все предельно просто и одновременно наглядно. Железо нас, конечно, новизной не балует. В качестве сердца нам установили конвертер ESS ES9018K2M. На USB поставили дедушку Savitech SA9137. А в качестве усилителя на наушники использовали многократно проверенный и до сих пор актуальный ТПА 6120A2. И именно благодаря ему мы, кстати, получили те самые внушительные 500 мВт мощности на 32 Ома нагрузки. А следовательно, запала здесь вполне достаточно для абсолютного большинства как динамических, так и из-за динамических полноразмерных наушников. Разобрав, можно убедиться, что внутри девайс действительно имеет две кроватки, в каждой из которых стоит оригинальный чип LME49720. Я специально перепроверил это при помощи измерений. Это оригиналы, причем оба. Из более-менее свеженького тут только Bluetooth модуль QCC 5125 версии 5.1. По разрешению же аппарат поддерживает классические уже 32 бита 384 кГц на PCM и DSD до DSD256. Причем в инструкции подробно расписано, как получить это качество посредством программы Fubar 2000. Драйверы под данный девайс тоже имеются, но это столь же древнее Bravo HD. Со своей задачей они, конечно, справляются, добавляя нам тот самый ASIO интерфейс. Однако сам я предпочитаю ими не пользоваться. Лично мне с головой хватает встроенных Windows и эксклюзивных потоков в эсэпи. Для андроида iOS же вообще ничего устанавливать не нужно. Все будет работать и так. Причем и посредством высокопроизводительного BitPerfect режима. Ну и естественно A5 Max может получать сигнал по Bluetooth кодекам, aptxhd и LDAC. Ничего плохого в том не вижу, если лично вам так удобнее. По габаритам девайс довольно компактно, имеет классический дизайн и, как и положено любому усилителю, немного нагревается. Для использования подсоединяем к ЦАПу источник сигнала, выбираем этот вход с пульта или меню. Ну а на выход можете сразу подключить и акустику и наушники. Корректируем уровень сигнала и все можно пользоваться. Измерения, как и всегда, я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на ЦП Иванда Космос. В результате установил, что выходы RCE 3.5 и 6.35 мм дают абсолютно одинаковые результаты с прекрасной АЧХ, умеренным шумом и высоким динамическим диапазоном. По искажениям же мы имеем минус 88 дБ для гармонических и минус 95 дБ для интермодуляционных. В процентах это соответствует 609-100 тысячных процента. То есть не идеал, конечно, но вполне себе рабочий вариант. Ну а то, что выходы для наушников практически идентичны линейному, говорит о просто великолепно реализованной схеме усиления. Согласен, третья гармоника могла быть и ниже, но вот так. В целом пользоваться вполне можно. По подаче же ЦАП имеет все важные преференции, свойственные выделению третьей гармоники. А именно прозрачность и яркость в совокупности с плотным и достаточно объемным звучанием. Здесь нет какого-то уклона в атаке, разрешении или попытке передать музыкальное полотно в тончайших подробностях. Однако нет и кучности, ваты и других объективно значащих проблем. Сцена заметно так приближена к слушателю, обеспечивая приятную интимность вокала. А сам характер я бы обозначил терминами притягательный и интересный. Все верно, это именно тот случай, когда хочется подпевать или пританцовывать в такт любимой музыки. Поначалу, конечно, мне все показалось каким-то слишком жирным и теплым. Захотелось добавить небольшой искристости или даже легкой остроты. Но поиграв операционными усилителями, согласился с производителем. LME 49720 тут самое место. Ведь, согласитесь, мало кто ищет пресный плоский звук, пусть даже это термины, приближающие нас к пониманию мониторности. На самом деле всем хочется эмоций, драйва и, как говорится, чтобы было красиво. Но это, естественно, накладывает ограничения на вашу акустику и наушники. Если они, ровно как и сам ЦАП, очень мелодичные, плотные и глубокие, с этим может быть некоторый перебор. Хорошего должно быть в меру. В остальных случаях DACA 5 Max сделает звучание вашей аппаратуры более насыщенным, живым и привлекательным. При прямом сравнении с куда более дорогим SMSL DO400, базирующимся на том же самом чипе TPA6120A2, звук у героя обзора мне показался очевидно жирнее. Каким-то немного округлым, выдвинутым вперед и не столь проработанным в плане нюансов. ДО400, вне всяких сомнений, не менее живой и мелодичный. Однако он способен предложить не только макро, но и микроконтраст во всем его многообразии. Согласен, весовые категории у них сильно разнятся, но понять разницу лично мне было крайне любопытно. Но самое главное в том, что переключаясь между этими столь разными по цене устройствами, не было ни малейшего отторжения или мысли. Но этот, конечно, попроще. Все было максимально гармонично. Да, если прямо копаться, то без труда можно понять, кто из них стоит дороже. Но насколько это самое дороже, вопрос уже не такой очевидный. Ну а на фоне Tempo Tech M3 Aima вообще король. Поскольку в М3 ушли в ту самую сухость, нейтральность и стерильную пустоту. Лично у меня нет даже тени сомнения, кто из них больше понравится людям. Хотя и признаю, что есть, например, поджанры металла и кое-что из академической музыки, которым описанная плотность и объем у героя обзора будет слишком сглаживать переходы и даже мешать корректному разделению инструментов. В данном случае лучше разобраться на берегу. Что вам важнее, техничность или мелодика с подчеркнутой передачей эмоций? За техничностью это точно не к A5 Max. Зато сама атмосфера тут реально близка к аналоговой. Согласен, есть тут минусы. Звук немного округлый, не такой четкий, как тот же DO400. Да и есть некоторые допущения в измерениях, разборчивости и микродинамики. Зато все слажено, атмосферно и по ламповому тепло. Выше головы аппарат, конечно, не прыгает. Сегодня уже почти невозможно повторить успеха Pro версии. Но тем, кто ищет сочного объемного звучания с подчеркнуто глубоким басом, насыщенной серединой и мягким ненавязчивым звуком перкуссии, это самое оно. Объективно, стационарный ЦАП с усилителем для наушников AIMA DAC A5 Max имеет довольно посредственные измерения, откровенно устаревшие чипы для USB и конвертера, давно уже приевшийся внешний вид и звучание, которое сложно назвать точным или техничным. Однако здесь поддерживаются самые современные блютуз кодеки, в наличии нативная поддержка DSD и одна из лучших на сегодня реализации усиления. ТПА 6120A2, хотя и не идеал, но до сих пор является чуть ли не эталоном в разрезе цена-качество. Ну и 500 мВт мощности на 32 ума нагрузки внушают уважение. По подаче же это, хотя и теплое, но прозрачное. Достаточно яркое, насыщенное и очень сочное звучание. Тот, кто ценит аналоговость в бюджетном сегменте, по достоинству оценит героя обзора. Реально очень комфортно и прямо сверх эмоционально. А на этом у меня все. Это был стационарный ЦАП AIMA DAC A5 Max. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok